И все-таки я хотел бы заняться тем, чем я в детстве занимался. А в детстве я занимался рыбалкой. Ну и в этом году я тоже постараюсь это сделать. А потому как, ну вы прекрасно понимаете, сколько у нас сейчас стоит доллар. Куда вы поедете? Ну куда вы поедете? Да никуда вы не поедете. Пока мы не восстановим нашу сальдобульную штучку. Так что будем отдыхать где? Будем отдыхать в России. И в связи с тем, что это очень хорошая штука, рыбалка в том числе, я даже знаю, куда я пойду. Поеду к себе на дом, выйду на Верхневральское море и там же и порыбачиваю. Теперь возникает вопрос, ну в принципе, в принципе все у меня есть. Но вот кое-что не хватает. А кое-зачем я приеду сюда. Потому что до суда доехали, вообще никаких проблем. 10 минут от города, и вы приехали на Акаповский центральный рынок. И приехали в магазин рыбачок. Ну вот, казалось бы, что говорить о зиме? А готовы ли вы к ней? Кстати, насчет зимы. Летнее хобби как-то в ауте. Да и зима-то у нас 6 месяцев. Так вот, что такое хобби? Ну зимнее. Так вот, это рыбалка или охота? С охотой у нас пока как-то не получается. Поговорим о рыбалке. Так мы говорим все-таки о Новом Годе. Новый Год – это для вас. И Новый Год для вас приготовил магазин «Рыбачок», который располагается на Акаповском рынке. При этом Новый Год – это вот по деньгам вообще все просто в халяву получается. То есть, ну понятно, да? Пробурили – можно здесь купить. Оделись – можно здесь купить. Если этого ничего нет, ну у соседа можно бур взять в конце концов. Ну, я все-таки рекомендую свой взять. Вот, все остальное стоит в действительности недорого, да? То бишь, если вы хорошо оделись, и вы там ничего не будет у вас попа там морозиться, садитесь спокойненько на чемоданчик. Сели и начинаете работать. Все остальное стоит ваши копейки. То есть, мы говорим о жерлицах. Так вот, оснащенные жерлицы – это 110 рублей. Вот, для этого, для щуки. Поставили просто и смотрите, когда это выпрыгнет. А потом уже вытягиваете. Ну, неоснащенная жерлица – это 90 рублей. Там добавьте туда, пожалуйста, леску и крючок. Все. Все остальное. Вот сейчас покажу, чтобы вы поняли, да? 50, 60, 70, 70, 80, 90, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 180, 180. Ну и максимум это 270 рублей. Ну, это 270 рублей. Это вот такая, вот что такая. Хо, моворюсь, нахуй. О, 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 о. Да, хорошая штучка, кстати. Цена вопроса. Нормальная цена вопроса? Любая цена вопроса – это даже не 5 долларов, по сути-то. Чуть-чуть-чуть сюда опустимся. Сюда опустимся. О! Все, что можно. Мармышечки для вас. В некоторых случаях есть мармышки, на которые вы ничего не находите. Потому что они очень сильно похожи на мотыль, на что там еще? На мушку. О, вот они, вот они, пожалуйста. Да, хотелось бы мне этим заняться. Может быть, кто-то и поможет. Хотя, с другой стороны, я единственное, что прошу. Еще бы хотя бы 10 дней морозца, минус 10, да, и я тоже выйду. Потому что и для сына, и для меня все уже есть. И палатка зимняя тоже есть. И также я наловлю рыбочку, и будет это очень хорошо. Потому что хорошая рыбка. Какая рыбочка у нас? У нас вся нормальная рыба, которая водится в Уральском регионе, есть. Вот. И это было бы здорово. То есть мы бы с сыном наловили рыбки, а потом попосям бы не сказали бы. Все, сделаем нам хорошую, хорошую. Оху, а? Конечно, летняя рыбалка это круче. Спиннинги и удочки. Зимняя проще. И для того, чтобы и одеться, есть магазин рыбачок. Полностью одеться, купить палатку и разогреться. Кстати, о палатках. Зимой такая не продувается, а тепло. А вот такая штука. Газ. Греетесь и круто. В такой палатке плюс 10, когда снаружи глубокий минус. Вы сюда пришли. Вы пришли в Агаповский центральный рыб, правильно, да? Вот. Я так понимаю, что и вы готовы зимой просверлить луночку и чуть-чуть порыбачить, правильно? Да, 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 да. Конечно. То есть это же хорошо, правильно? Ну да. То есть это называется и хобби, и... Получить удовольствие. Моральное удовлетворение. А если чуть больше наловили, то почему бы и нет? Пожарить можно. А вот так вот. Обычные люди занимаются рыбалкой. Это, конечно, круто, когда ты можешь кататься на лыжах. Круто и дорого. Рыбалка стоит меньше. Удовольствие тоже. Плиты мы вам показали. Плиты – это тема интересная. Разные плиты существуют. Кстати, вот такие плиты я бы рекомендовал все-таки для тех, кто имеет небольшой домик в деревне. Потому что не надо никаких проблем. Баллончик взяли спокойненько. На два-три раза, может, и на больше его хватит. Приготовили, никаких проблем не возникает. Вот. Все остальное – это коптильник. Помнится? Сейчас я вам расскажу. Копчение вам необходимо, но если вы будете коптить точно сами. Если вам не будут его мазать для аромата, понимаете? Нет, не надо. Сюда положили и получаете грамотный горячекопченый агрегат. То есть сюда можно положить и свининку, можно положить и говядинку, можно положить и рыбу, естественно. Как он ставится? Вот эту штуку загружаете снаружи и вовнутрь. Ну, снаружи – это, естественно, угли. Вон они тут есть, естественно. А изнутри получается щепка. Загружаете туда мяско и все. А в акт-доге получается замечательный горячекопченый вариант. И сало, естественно, рыбка. Да, у нас вот акция на летние удочки. До Нового года скидка 10%. Все удочки. То есть они и так недорого стоят, а еще его подешевле сделали. Дешевле, да, 10%. Приходите, ждем вас к Новому году. О, 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 термосы. Вот эта штука. Вот эта штука. И это как раз штука для России. Ну, хотя не только для России. Вот. Хотя, с другой стороны, вот такой термос вы же не понесете никуда. А мы можем. Мы можем спокойненько. Приехали на машинке. Взяли с собой термосочек в палаточку. Вот. Почти 3 литра, если не больше. Нормальный термос? И спокойненько сидите, отдыхаете. Получаете замечательное удовольствие. И плюсом ко всему, вы еще получите ту самую рыбку, которую, естественно, поймаете. Какая хорошая тема, да, все-таки эта рыбалка зимняя, да? Да. Цены не сильно большие, правильно? Нормальные цены. Устраивают. Вот вы на 20 рублей взяли себе мотыль, простите. На рыбалку как раз. А вот если честно, зима, по-моему, это все-таки время поинтереснее, да, потому что вы можете зайти туда, куда по водичке-то и не пройдете, правильно? Правильно, с одной стороны. Ну, с другой стороны, зимой и дома сидеть. А это уехал, вроде никому ничего не должен, не обязан. Ну, отдыхаешь, рыбачишь, так сказать. А вы часто сюда приходите? Час. Так я рядом тут живу, а больше куда ходить. А цены как здесь? Нормальный, приемлемый. Карточку мне дали 5% в скидке, пожалуйста. Вот заходим, отовариваемся, что надо, берем. Ну, а раз мы все-таки поедем зимой на рыбалку, я, честно говоря, постараюсь найти этот тот самый замечательный, ледобур от моего Шурина, ну, в смысле, брата моей жены. Может быть, не найду. Тогда что? Тогда я приеду сюда, естественно, возьму себе ледобур. Ну, кстати, не такой уж большой, кстати, цена вопроса. 1730-60 рублей, это самое. Вот если брать зимнюю рыбалку, то самое дорогое это ледобур. Все остальное стоит, ну, просто ничего не стоит. И что? Теперь цена вопроса, чтобы догадались, да, в принципе, при нормальной рыбалке цена вопроса вам это дело компенсирует за одну рыбалочку. То есть общее количество всего, что вы можете вместе с ледобуром, это 2000 рублей. А 2000 рублей, это, грубо говоря, 4 килограмма хорошей, замечательной рыбки. Да, в рыбачке есть все, по сути, и даже круче. То есть мормышка не залепнет во льду. При желании вы найдете место, и рыбка к вам приплывет. Потому что есть и зимний корм. Круто и недорого. Мы сказали, что люди так приходят, глаза круглые становятся. Я говорю, окей, окей, глаза круглые. Давайте как глаза круглые на место и поставим. Вы хотели узнать, сколько здесь стоит обувь для зимы? Так она стоит 800 рублей, 850 рублей. Есть еще за 800 рублей для зимы обувь. Возьмите здесь вон еще носки. И потом не говорите, что у вас ноги замерзли. Не надо мне этого, не надо. Так, все остальное. Все остальное уже повернемся вот сюда, вот сюда. Ну, извините, пожалуйста. Но 2 900, ну, или 2 200. Это что, цена, что ли? Вы вообще в магазин заходили? Да посмотрите, там нормальные цены. Так вот нормальные цены, это минимум 5000 рублей. Алло, вы о чем там говорите, господа? Все для вас предлагает магазин «Рыбачок». Конечно, очень хотелось бы поздравить жителей Магнитогорска с наступающим Новым Годом. И на зимние каникулы пригласить к нам в наш магазин «Рыбачок», который находится на центральной Агаповской ярмарке. Ну, и ценники здесь не такие, как в городе, правильно? Нет, дешевле. Дешевле, да? То есть мы о чем говорим? О том, что вы можете в свои замечательные каникулы, практически 10 дней будем отдыхать, да? Это, ну, извините, не пить, а то люди из Кирогайской, они не понимают этого дела. Хотя можно спокойненько отдохнуть, выехать. У нас очень много озер, они уже заморожены, правильно? И вы не только получите отдых для души и для тела, вы еще и пополните свой замечательный семейный бюджет. То есть вы не будете покупать ту самую рыбку? Конечно, да. То бишь, судари и сударыни вас здесь ждут. А то еще скажете, что рыбалка только для господ. Представьте, поверьте мне, госпожи при умении и господ переплюнут. Кстати, релакс недорог. И по сути, всей семьей в палатке каждого можно правильно провести время. Нет, мораживай себе филейную часть. Так вот, время-то другое и место-то другое по цене. Магазин «Рыбачок» на Агаповском рынке. О, и я сюда приехал. Я сюда приехал и купил себе зимнюю серию. Замечательную приправку. О, и мне тут дядя Сережа говорит, что ты должен что-то найти. Я говорю, не, не буду ничего искать. Приправу кину, и ко мне рыба приплывет. Ну, может быть, кто-то меня и научит, где что делается. А я все-таки по-нашему постараюсь с приправкой это дело сделать. А где я приправу беру? В магазине «Рыбачок» на Агаповском сельском рынке. Спасибо.